Доброе утро! Доброе южное утро! Как мне нравится вот эта вот прелесть! Огромная! Ну что, мои дорогие, а мы с Сашей опять в путь-дорогу. Поедем дальше. Ой, правда, устала уже я от этих катаний туда-сюда. Ну что поделаешь? На, да? Хе-хе-хе. 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 Ладно, сейчас придёт такси. Саня сидит, такси вызывает. Хороший отель. Я очень боялась, что самолёты будут летать. А нормально, тихо было ночью. И просыпалась я несколько раз, правда, но самолётов не слышала. Вот они. Вон она. Да, да. Хе-хе-хе. Так. Хе-хе-хе-хе. Подожди. Позавтракали утром. собрались и все и поедем сейчас старый вокзал какое все было маленькое вот что хочу вам сказать мои хорошие все ходят без масок да в магазин на вокзал требуют маски так все без масок так вот кто только приехали или вот люди идут в вокзал так одевают маски а так вообще никакой паники никаких разговоров по этому поводу вообще только вот поездах постоянные эти объявления а так а мы поехали ой как я люблю вот эти поезда двухэтажные два раза ездила на них очень мне нравится на красный свет светофора помните что про мальчика пускается только в установленных местах находясь на объектах инфраструктуры не создавайте помех другим пассажирам помогайте пожилым людям ну что прощай адлер а ну прям дома через железную дорогу море роза хутор это конечно роза хутор что говорить-то адлер он такой проще родней приветливый такой не знаю нам такие люди хорошие попадались просто на удивление станция хоста была я тут давно тут какой-то заповедник был лазили мы там по горам сейчас подруга моя из мурманска татьяна валерьевна прислала фотографии у меня вид из окна выпал снег а тут такая красота люди купаются еще все мурманский снег пальмы мне вас будет очень не хватать ну так и будем сейчас ехать тут дома тут море следующая остановка сочи ну вот это уже сочи ну не видно тоже вокзал старый не видно тоже вокзал старый не видно тоже вокзал старый а народу сколько сейчас меня наверно от окошка станция сочи следующая остановка дегамыз стейшн сочи на дегамыз сколько людей ну вот следующая остановка дегамыз вот я тоже понастроена и огромные дома и частные Притык прям. Догомус. Кругом сплошная стройка. Станция. Следующая. Ло. Когда-нибудь ведь и у нас в Крыму будет вот так все застроено. Просто все застроено. Ну просто вот все. Ну вот. Ло. Скворечники понастроены. Поналеплено. Лазаревская. Ну как-то как-то нет никакого вида. Ой, как муторно ехать. Полтора часа едем. Скорость 45 километров в час. Ужасно. Что-то мы думали, что все это будет быстрей. Но оказалось, что это не так. Проехали Туапсе. Красиво. После такой зелени. Совсем мне не хочется возвращаться в свой степной Крым. Станция Горячий Ключ. Весь народ выскочил курить. А я не пошла, потому что платформы нет. Спускаться так неудобно оттуда. А стоит пять минут всего. Сейчас как все ломанутся назад. Ладно, подождем. До Краснодара. Ой, какой вокзал в Краснодаре. С гербом. Все как положено. Слушайте, какое-то странное у меня впечатление. Смотрите, какие. Составними с закрытыми. Все остановки обклеены объявлениями. Просто кошмарно. Ну, к сожалению, времени у нас нет на то, чтобы город осмотреть. Так что вот в районе вокзала в аэропорт поедем. А так больше ничего не увидим. Мы ищем, где поесть. Саш, это вон туда, наверное, надо идти? Где вон что-то светится, нет? А здесь... Вон даже на какой высоте понаклеено. Ой, такие здания прям старинные. Посмотрите. Это усадьба Акулова. 1894 год. Какие. Саша меня не ждет. С рюкзаком вперед. Сюда пойдем? Я прям не могу, как я люблю такие дома. Пицца Антонио. А что-то там никого нет. Маринара с креветками. А у тебя, Саша, карбонара. Ну что, мы покушали. Хочу вам сказать. Настолько скромное заведение. Четыре столика всего. Ну, борщ как борщ. А вот итальянские блюда. Потому что у них шеф-повар итальянец. Старенький дяденька такой хороший. Наверное, он муж. Наверное, работают вдвоем. Очень вкусно прям. Маринара с креветками вообще. Мы с Сашей объелись. А маленькая вот всего в одно окошко. Скромненькая. Вечерний Краснодар. Тротель Краснодар. Что такое со светом в Краснодаре? Чемень такая. Ой, какой кошмар. Весна такая. Темень во дворах. Дорога освещается. Приехали. Приехали. Какой кошмар. Какой репортчик цей. Странный, да, какой-то город. То ли смог, то ли где-то чё-то горит. Но запах вот преследовал всю дорогу. Может, чё-то горит. Пожароопасность. Пожароопасность. Всё, мы прощаемся. Саша моя полетела. Давай, я тебе позвоню. Всё, давай. А у нас нет вещей. А, я думаю, вы, вы. Всё, мам, я, короче, как приеду, позвоню, и ты мне, пожалуйста. Хорошо. Это как приедешь на вокал, и мне тоже напиши. Ладно, давай. Вот этот долг постелится. Я буду помогать, и оружие мне открыто помогает. Все осуждают, все европейские, все весь мир осуждают. Подрыщивают. Огибнут простые люди. Огибнут, да, здорово. А вот здесь джентльмены удачи. Ресторан, а он Волга, смотрите, справа. Там манекены сидят. Маргунов, Витя, Литуре. Это Волгер, садятся все. А ресторан называется джентльмены удачи. Кавказская кухня, европейская. Защитить свой суверенитет, тогда уже все страны будут как-нибудь. Ну что, мои дорогие. Проводила я садку. Ну как проводила до аэропорта. И вернулась на вокзал. А поезд у меня будет только через пять часов. Так что, вот, придется сидеть. Ладно, пойду. Ну что, время по второго ночи. Вы все спите. А я вот только поехала. Зато позвонила Саша. Она прилетела в Питер. Даня ее встретил. Все хорошо. Ну и я поехала. Всем спокойной ночи. Хороших снов. Ну и до завтра. Вернее, уже до сегодня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok